Друзья, всем привет! Сегодня мы начинаем с вами новую рубрику, а именно рационы питания известных спортсменов. И начнем с подробной диеты выдающегося борца современности Джордана Барроуза. От вас требуется только максимальная поддержка в виде лайков и комментариев, а мы начинаем. Джордан Барроуз, 1988 года рождения, ему 31 год, олимпийский чемпион 2012 года по вольной борьбе. Его исходные данные, 173 сантиметра рост, 74 килограмма вес, в котором он выступает, и при этом в интервью он говорит, что сбрасывать ему приходится порядка 5-7 килограммов. Как же это ему удается? Первое, что Джордан Барроуз исключает из своего рациона во время подготовки, это все виды сладостей, а также соки, газированные напитки и так называемые снеки, легкие перекусы. По мнению Джордана, чем меньше сахара ты употребляешь, тем лучше для твоего организма, и тем быстрее ты начнешь терять вес. При этом Барроуз говорит, что голодание также запрещается во время подготовки к соревнованиям, поскольку для такого энергозатратного вида спорта, как борьба, нужно много сил и энергии. И для этого Джордан Барроуз питается три раза в день, даже во время процедуры сгонки веса. Он употребляет очень много воды, поскольку, я цитирую, чем больше ты в себя вольешь, тем больше из тебя выйдет. Жареная еда тоже исключается, еду можно либо варить, либо запекать. В качестве энергии Барроуз использует дикий или бурый рис. Полный дневной рацион выглядит следующим образом. Завтрак. Смузи из продуктов растительного происхождения, причем, как говорит Джордан Барроуз, на обед и ужин еда может варьироваться, но утренний смузи всегда остается неизменным. Обед. Паста, рис, овощи, зелень. Обед – это время, когда Джордан Барроуз получает максимальное количество углеводов для предстоящей тренировки. В качестве белковой пищи он использует курицу, говядину, рыбу или индейку. Очень важно, по мнению Джордана, использовать пищу, богатую натрием, поскольку во время тренировок ты теряешь много воды, а электролиты нужно восполнять. После тренировки Джордан пьет либо протеиновый коктейль растительного происхождения, либо употребляет белковую пищу. Однако за два дня до турнира Барроуз перестает есть белок животного происхождения и ест только растительные продукты, которые, по его мнению, не такие тяжелые при переваривании. А значит, организм не тратит время и силы, которые еще нужны для того, чтобы сделать вес. О своей диете Джордан выразился в одной из социальных сетей. Борцы, будьте дисциплинированы. У вас есть вся жизнь, чтобы есть все, что вы хотите. И только очень короткий промежуток времени, чтобы стать лучшим в штате, стране и мире. Для себя я понял, что вкуснее пиццы может быть только та пицца, которую ты ешь, будучи чемпионом. И это моя лучшая мотивация. Теперь мы предлагаем вашему вниманию небольшой отрывок и подробный рецепт его первого приема пищи, а именно растительного смузи. Привет, ребята, меня зовут Джордан Барроуз и сегодня я научу вас делать смузи, который я употребляю ежедневно. Итак, что же я делаю каждый день? Я просыпаюсь и сразу пью смузи. Мой смузи состоит из ингредиентов, которые наполнят меня энергией для первой тренировки, которая обычно является силовой тренировкой. После тренировки я обычно ем белок и овощи, чтобы подготовить свое тело ко второй тренировке. После второй тренировки я обычно ем то же самое, что и на обед. Иногда я меняю какие-то ингредиенты на обед и ужин. Однако завтрак всегда остается неизменным. Это мой ежедневный смузи и сейчас мы его приготовим. И начнем мы со шпината. Я люблю добавлять много шпината. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений, конечно. Если хотите больше, добавляйте. Следующий ингредиент миндальное молоко. Я обожаю миндальное молоко. Полагаю, у меня непереносимость лактозы, но это не точно. Далее авокадо. У него есть все полезные жиры, которые нам нужны, когда ты гоняешь вес. И также оно дает чувство сытости на весь день. Также мы добавляем семена чиа. Там много пищевых волокон и антиоксидантов. Далее семена молотого льна. Там, как и в чиа, много пищевых волокон. Это помогает очищать организм и гонять вес. Далее коллагенный белок. Поможет вашим костям и суставам. Здесь практически нет сахара, нет бананов, замороженной голубики, клубники. То есть нет смешения вкусов. Но вам нужен вкусный протеин, поэтому мы добавим растительный протеин с ванильным вкусом, чтобы это исправить. Сухая зелень. Если вам недостаточно шпината, вы можете добавить 2-3 ложки сухой зелени. Обычно, когда вы делаете смузи с помощью банана, он придает смузи нужную консистенцию. Но так как у нас нет фруктов, мы используем миндальное масло, которое сделает смузи более плотным. Также в ход идет куркума, древнее противовоспалительное средство. И, наконец, немного льда. Вот так вы можете повторить мой ежедневный смузи. Приятного аппетита!